Май богат праздниками, один из которых, добрый, семейный, побуждает всех снова собраться в семейном кругу, провести вместе приятные минуты, поделиться своим теплом с близкими людьми. Международный день семьи, который отмечается 15 мая. Наши корреспонденты попытались узнать, в чем состоит секрет семейного счастья. Семья Виноградовых Когда у нас была свадьба, и старые люди пожелали нам, мы тогда, может, этого не поняли, но я запомнила, что было такое пожелание, любите друг друга, уступайте друг другу. Обязательно вот эта уступчивость должна быть, мудрые какие-то решения, совместные решения, потому что, когда живешь вместе, ты уже не сам по себе, ты уже как бы половина другого человека, вместе семья, и мы должны действовать, думать, сообщать, коллективно как-то вот все это осмысливать. И если не будет разлада, конечно, и семья будет крепкая. Семья – это место, где всегда приятно и интересно находиться, где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость. Особенно все это важно для детей. У четы Виноградовых их девять. Самый младший всего месяц. Каждый день распределен так, чтобы уделить внимание каждому ребенку. Все дети старшие, они помогают. У нас график дежурств, все по очереди дежурят. Один моет посуду, другой полы, подметают во дворе. На следующий день все меняется, и каждый делает свое дело. Самая большая мамина помощница – старшая дочь Анна. Она учится в школе, ходит на музыкальные занятия, а вечером уделяет внимание братьям и сестрам и помогает родителям в воспитании младших членов семьи. Мама с папой для нас пример для подражания. Они все-таки нас терпят и воспитывают, и надо как-то нас поднимать. Не зря один великий писатель сказал – счастлив тот, кто счастлив в своей семье, в своем доме. В доме Виноградовых всегда солнце, царит доброта и любовь. Для них дети – это подарок судьбы. При ожидании каждого ребенка – это какое-то новое сокровище, новая жизнь, что-то новое. И каждый раз вкладываешь в ребенка, уже еще на что-то надеешься, исправляешь, допустим, какие-то, может быть, так как мы с каждым днем учимся, чего-то добиваемся. Вообще, по большей части, конечно, нужно много терпения. Добрая и теплая атмосфера семьи способна творить чудеса, помогает скрасить не самые лучшие моменты, которые встречаются в жизни каждого. А счастье, разделенное вместе с семьей, будет еще больше, еще сильнее. Надежда Неткачева, Михаил Варгулев, программа «События».